Чувствуешь себя иногда как Уилл Смит из фильма «Я легенда». Ну, я не чувствую себя негром, не подумайте. Я имею в виду, он также посылал в полдень какие-то сообщения. Вот я также выкладываю видео на YouTube. Неизвестно, кто-нибудь видит их вообще. Ну, нет, видит, конечно, я имею в виду в плане прохождений. Никаких-нибудь там других проектов. Ну ладно, неважно, давайте нажмём по просьбе Дисхонор. Это, да, игра Дизонет. Мы по просьбе его нажмём любую кнопку. И здесь нам нужно начать новую игру. Так, давайте посмотрим уровень сложности. Эту игру сравнивали с Биошоком, который у меня тоже есть на канале. И, собственно, по-моему, вот она мне, вот эта игра, больше чуть-чуть приглянулась. Так. Сейчас, секунду. Вот, да, вот. Так, ну, низкий уровень сложности. Режим для новичков. Противники наносят меньше урон, здоровье быстрее восстанавливается. Эффект от зелья усилен. Да, зелья, видите? Видимо, травка какая-то. Далее. Бой и скрытное перемещение сопряжены с определёнными трудностями. Противники наносят стандартный урон. Эффект от зелья также стандарт. Ну, это самый любимый уровень. Самый такой нормальный. Дальше. Сложный режим, предназначенный для опытных игроков. Ну, таких же чуваков, крутых, как и я. Противники наносят повышенный урон и могут заменить и, заметите, услышать вас с большего расстояния. Ну, чё-то я не понимаю, из какого. Но тут написано, что это настоящее испытание, справиться с которым под силу только самым закалённым. Противники наносят очень большой урон и легко замещают вас. А зелья меньше эффективны. Отлично. То есть, получается, если я пойду в туалет, кто-нибудь услышит из канализации. Там же у них целая подземная система канализации. Они услышат пердёж. Ладно, давайте начнём на среднем уровне. Выберем яркость. Так, ну это как-то туманно. Это слишком вообще мерзко. Посмотрите. Я не знаю, может, у меня что-то... Ну, это вообще ужасно мерзко. Ладно, давайте вот на такой, на средний. Окей. Так, чё это такое? Да, это я там проверял. Так, давайте. Актуальный противник, который выбит из равновесия, упал чё-то там дальше. За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить результат поиски. На службе которой вы стоите в Чин... Я думаю, в Чечне. В Чине лорда-защитника здесь написано. Так, загрузка прошла очень быстро. Хотел сказать, будет озвучка английская, так что если кому лень... Вообще, неважно, какая озвучка, кому лень слушать какие-нибудь диалоги, я в конце каждого диалога буду вкратце рассказывать, о чём они говорили. Ну, я постараюсь обязательно. Торво, если только кто-то был кто-то, который я вернулся, чтобы отправить. Что у нас тут? Без Зезда, софтворкс. И на Аркане студио с продуктом. Ну, видимо, это и есть там императрица, которая нам сейчас сказала, что мы куда-то отъехали, наш главный. Так, река Рен-Хевен. Вот, и она нам сказала, что осталась с какой-то Эмили, да? Я как понял, одна. И когда мы рядом с ней, то она спокойна. Так, вот. Вот это вот достаточно квадратный немного графика меня ничуть не смущает. Вот, если вторая Дизонорда, этот Дизонорда выйдет в таком же примерно стиле. Нет, ну получше там графика. Но, в принципе, этот стиль очень подходит под эту игру. Так, ну тут, в принципе, нечего читать. Нам пока... Опа, нихрена. Офигеть, они... Они, походу, сточную воду сюда сливают. Нихрена. Сточ... Да... Ну и ванища. Стоп! Стоп! Отлично, я хочу уже поуправлять своим персонажем. Перемещение используйте. Слушайте, а что я какой-то маленький? Нет, мне кажется, значит. А как присесть? Си. Азет. Вентиль. А чё? А-а. Ну, зашибись. Ладно. Секунду. Так, конечно, к игре. Куда же ещё-то? Башня Дануэла. О, да. Мне так не хватало. Не хватало женского прикосновения. Ну, хоть ты и девочка. Так, Эмили, мне нужно увидеть вашу... А чё она мне попросила? Прятки шить поиграть? Или мне показалось? Шифт, чтобы сделать рывок. О, я. Так. Так, за нами не ходить. Я, честно говоря... Ну, она меня спрашивает, видела ли. Ну, не важно. Так, нажмите Си, чтобы перейти в скрытый режим и спрячься... За каким-нибудь предметом в крытом режиме вы меньше шумите при ходьбе. Сидеть за предметом и шуметь. Чё же там будет шуметь? Давайте пошумим. Ладно. Так вот, эту игру я не решался пройти два или три года. Так, вот, три года, потому что она мне показалась длинной. Тем более, я собираюсь проходить стелс-режиме. А тут выглянуть как-нибудь... О, круто. А, можно даже не зажимать Си-буку. Оу-е. Упс. Блин, надеюсь, она сюда не придёт. Идёт, что ли? Ладно, будем ждать. Прикольно, у Геннадца. У Геннадца, говорю, блин. Ну, чё она там, блин? Я уже заскучал. А, вон она стоит. Так. Чё, она сдаётся, что ли? Обделалась? Может, было бы в те кусты спрятаться, наверное. Естественно, она вообще искала меня. Непонятно. Ну, ладно, давай. Привет! Ты чё? Ты чё? Ну, хотя бы обрадовалась, блин. А то чё-то как-то... Странно. А этот куст меня напрягает. Он какой-то странный. Меня, кстати, удивляет то, что до сих пор не научились... Не до сих пор. Это в 2012 году игра вышла. То есть, три года назад. А вот. А меня больше всего удивляет то, что на данный момент люди... Ой, люди эти... Создатели игр так и особо не научились... Делать траву от этих деревьев. Ну, то, что компьютер не выдержит столько... Всяких вот этих движений, травинок объёмных. Чё написано? Моя эликсер будет уничтожить плагу от этого города. Теперь, держи еще один момент, что я обещаю Кэмпбелл. Чё написано? Можно поговорить с ним. Какой шлюз? Что это вообще? Кабриолет? Этот кабриолет, эту хрень? Или... От люльки, от коляски, от этой? Ладно. Да, давай я оценю, как художник. По-моему, у тебя на картине круче, чем этот низкополигональный. Ну, ладно. Так, делаем... Давайте не будем тормозить. А я лорд. Чё я крутой. Меня тут уважают. Ну, какой подлиза. Он мне не нравится. Кощей, блин. Так. Ладно. Привет. Привет. Там 500 баксов. Тебе хватит, девочка. Ну, наше первое задание выполнено. Почти первое. Моя лорд. Моя лорд. Моя лорд. Тебе хватит. ой нажмите чтобы кать правой рукой если вы выбрали оружие или умеет или умение для левой руки нажмите чтобы атаковать левый все наоборот удерживайте левый control чтобы заблокировать удары вражеского клинка если правильно подгадать время вы любите противника из равновесия сможете нанести ответ удар короче эти двое сейчас говорили о том что ну про эту чуму про то что все-таки надо сохранить искать лекарства сохранить жизнь невидим людям это еще не привык к управлению тебя уже как-то это самый лучший подожди этот чувак я его запомнил он же вроде внизу был нет это подстава это подстава вот джунду вот я на леди эмэлей трейта ромбарига айроник а все юпи этот фанескова так им ухе красивая заставка можете убивать всех кто преградит вам путь ну это понятно но все видите как странно идет заставкам очень быстро загрузками потому что кто хочет может стоять прочитать но я сам буду читать тюрьма колдридж ну кстати вот это вот зажмите f это очень круто потому что иногда можно случайно нажать нажать и пропустить и урод я запомнил твою жирную морду я тебя найду вот эти два лысых урода хотят чтобы я дал чистосердечное признание он он уже сзади на картине ее джунду эмэлей ее джунду эмэлей урода эмэлей урода эмэлей и в в в в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Готовил субтитры создавал DimaTorzok Короче, я по привычке... Охренеть Да сколько... Ёп-ра-сот-э Я по привычке присесть нажимаю CTRL Ребят, я хочу скрытно Ну ладно, это первая глава, ничего страшного Блин, делов я наделал Мастер стелса Сановники. Слушайте, они, по-моему, наоборот... 50 монет, неплохо, наверное. Хотя фиг знает, какая тут денежная валюта. Короче, они, наоборот, от меня все убегают, если вы заметили. R, чтобы выпить зелье. А, вот колесик тут есть. А убрать как? Твою ты нахрен. Капец. Что за инверсия? Выдарить мечом ЛКМ. Ладно. Ладно, ладно. Давайте будем более активно играть. А как же спрятать-то все оружие-то? Как-то можно. Может, букву Т? Или нельзя это спрятать? Управление. Движение. Сейчас быстренько. Скрытный режим. Бег. Контекстное действие. Шибись. Блок. Меню. Быстро. Следующие горячие клавиши. Зелье. Зелье R. Зелье маны. О, круто. Заметки. Предметы. Быстрая загрузка. Может, я что-то пропустил? Удар клинком. Менее. Не знаю. Так. Что я хотел назад. Может быть, F? Нет, не F. Ну, ладно. Так. Пробел зачем-то. Нужно нажать. Забраться, что ли? А, нам сюда. А дверь закрыта, да? А, можно в замочную скважину заглянуть. Зажав букву F. Теперь я понял, почему те, чуваки, не побежали ко мне. Мы что-то сожрали. Мне это нравится. Банка консервированного китового мяса. Китового. Ни хрена нам зелье дают. Ну да, это первый уровень, конечно. Соленые миноги. Вот это самое крутое. То, что тут можно всяких интересных штучек пахать. Так. Давайте глянем, что там. Ни хрена там нет. Да что это, блин? Капец. Я, походу, буду... Самым жестким. Никакого стелса. Да потому что я вроде смотрел. Ключ какой-то. Ключ. Это у нас... У нас есть ключ. Давайте попробуем. О, отлично получилось. Только что это нам дает? Так, все, будем стелси. Будем стелси. Ага. Слушайте, а может можно было дверь вот-то открыть? А я что-то не знаю. Все, будем тихо на кардах сидеть. Да они у меня пробегали. Что я мог сделать? Ф отпереть. Прогулочная дорожка. О, это значит о том, что здесь будет народ сейчас ходить. Пятачки, пятачки, пятачки. Пятачки. Так, ну что. Давайте смотреть. Чипоньк. Никого нет. Так. Чипоньк. Никого нет. Но мне кажется, сейчас опять какая-нибудь сволочь. Пробежит. А, здесь ничего нет. Ну это здорово, здорово. А что тут народ-то есть? А тут, по-моему, никого и нет. Вот кнопка какая-то огромная, красная. Ну, по крайней мере она просто похожа. Так, нам надо найти взрывчатку, да? А здесь у нас что? Блин, как-то очково. Ну и ладно. Хорошо, что сейчас открыть нельзя. Чашечки можно всякие тут подбирать. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас там. О, смотрите, это, походу, то место, где нас пытали. Или что у нас там? Электрический стол. Да, допросная комната, конечно же. Так, тут умывальник. Раковина. Часовая бомба. Я видел там сейф. Давайте послушаем, что тут. Ну, они сказали, что я выдержал, что я крепыш и выдержал. Много плюсов.